Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий и мы с вами находимся в полевом городе в Краснодаре. Сегодня 27 апреля, а за моей спиной находятся делянки азимовой чменя сорта рубеж, где более 20 дней назад мы применяли наш новый фунгицид на основе фенпропедина и пропиканазола в дозировке 0,8 литров на гектар. Давайте посмотрим на развитие азимовой чменя крупным планом. Сейчас азимовый чменя находится в стадии BBCH 33-34. И мы можем нащупать колос, вот здесь он находится, который поднялся уже выше узла кущения на 2-3 см. А на растении можем наблюдать три междоузлия. Вот, раз, два, три. Ранневесеннюю обработку Chilton Turbo или T0, как мы ее называем, мы проводили в фазу развития азимового чменя BBCH 25, то есть в середину кущения. Давайте обратимся к демонстрации опытных делянок. Я стою на границе двух вариантов обработки. С одной стороны от меня контроль, с другой стороны опытная делянка. Визуальной разницы нет. На первый взгляд растения выглядят мощными. Верхний лист зеленый. Фотосинтез идет. Все вроде бы неплохо. Однако давайте посмотрим вглубь стеблистоя. Сейчас перед вами делянка контроль, где не проводилось никаких обработок фунгицидами. Обратите внимание на количество мучнистой росы. Как показали учеты, ее распространение здесь составляет 90%. Сейчас перед вами деляночка, где более 20 дней назад был применен наш новый фунгицид на основе фенпропедина. Листья чистые, никаких симптомов мучнистой росы нет. Провел дополнительные учеты по ринхоспориозу и чменя. Отобрав по 10 растений в разных частях делянки. Я установил, что распространение данной болезни в контроле составляет 40%. В варианте, где применялся ТИЛ Турбо, всего 10%. Так или иначе, выбор за вами. А мы в свою очередь продолжим делиться с вами рекомендациями и результатами наших опытов с демонстрационной площадки. Спасибо за внимание.